Еда может так много насытить, удивить, восхитить, огорчить или вызвать ностальгию. Вот у нас как раз такой рецепт. Домашние варенички с картофельной начинкой, как у бабушки. Умилительные на вид, да еще и из ржаной муки, а значит безопасные для нашей фигуры. Начинка уже готова, тут все просто. Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. Готово измельчаем до состояния пюре без добавления масла и молока. И, конечно, такой начинке полагается много лука, поэтому не жалейте его. Обжарьте предварительно его на подсолнечном масле с добавлением специй, перца, прованских трав. Ну и отправляем все это к готовой картошечке. Получается отличная начинка. Вот на тесте остановлюсь подробнее. Ржаная мука, как у меня, во-первых, очень полезный продукт. Во-вторых, тесто и выпечка из нее получается от природы румяной. Правда, чтобы приготовить тесто, следует соединить в равных пропорциях ржаную с пшеничной мукой. Все от того, что в ржаной содержится недостаточно клейковины и тесто будет рваться. Итак, 50 на 50 ржаная и пшеничная мука, соль. Добавляем теплую водичку и замешиваем тесто. Если муки не достает, добавляем. Даю тесту отдохнуть не больше 10 минут. Затем раскатываю тонкий пласт. И при помощи стакана вырезаю одинаковые кружочки. Пока делаем всем знакомые манипуляции. А вот чтобы вареник стал похож на бабушкин чепчик, воспользуемся палочкой для суши, спицей или чем-то подобным. А теперь, внимание, вот что я делаю. Получается кружевной вареник. О том, что он еще и вкусный, поймем уже скоро, когда получится вот столько вареничков. Варим их в большом количестве подсоленной воды минут 7. Когда животик вареника надуется, это верный признак готовности. Полить готовое оливковым маслом или добавить сливочное – дело ваше. Я и так, и так люблю. Традиционно подаем со сметаной. Еще пару слов о сочетании вкусов. Так, например, в Карелии существует даже национальное блюдо – калитки. Это пирожки на основе ржаной муки именно с картофельной начинкой. Такое сочетание считается классикой. Поэтому обязательно попробуйте. Очень вкусно! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо!